Жители Уральска жалуются на ужасное состояние дороги вблизи железнодорожного вокзала. По их словам, в таком состоянии полотно находится более 20 лет. Летом здесь ямы и лужи, а зимой наледь. Наши корреспонденты обратились в местное ЖКХ, чтобы узнать, когда же отремонтируют травмоопасный участок дороги. Эта дорога возле железнодорожного вокзала, которая ведет на рынок. Здесь каждый день наблюдается большое количество местных жителей и покупателей со всего города. Все бы ничего, но путь к рынку не из простых, так как летом здесь нужно обходить глубокие ямы, которые заполняются дождевой водой. А зимой и вовсе рискуешь здоровьем, чтобы не поскользнуться и упасть, идя по ледяной дороге. Водители автомобилей также с опаской проезжают данный участок. Мы много лет здесь, никто ничего не делает. Обращались и звонили, акиматы, все дела. Отфутболивают, и все. Центр города, вокзал. Ну, нехорошо. Женщина приезжает на инвалидной коляске, здесь одна, без ног. Вот, чтобы проехать через лужу, ее люди перетаскивают. Особенно бабушка, какая чуть это, и падает в воду прямо. Вот на глазах сколько мы поднимали, отсюда вытаскивали. И выйти из этого рынка, выйти нельзя. Там на выходе большущие лужи образуются. Люди не могут пройти даже сюда. А ведь у нас здесь сколько инвалидов и разных людей живет в округе. Что здесь творится, сами видите, а зимой здесь такие кочки, такой лед. Это же невозможно пройти. И особенно, конечно, все закупаются, падают, все чертыхаются, все. Когда же этот вопрос решится, это годами, годами. Проблемы не решаются. Все от себя отфутболивают. И я тоже повторяюсь, это лицо города стыдно. Люди приезжают и видят вот это, что здесь творится. Наша съемочная группа обратилась в городское дело ЖКХ, чтобы узнать, когда же отремонтируют данный участок дороги. В текущем году ремонт дороги, который находится вблизи железнодорожного вокзала, не планируется. Но будет на рассмотрении. Далее будут приняты меры по дальнейшей реализации ремонта полотна. К слову, в Уральске насчитывается более 60 улиц без асфальтного покрытия. Данна Керимбаева, Айбула Джигапара, Александр Грабарев, Телеканал ТДК-42.